всем привет на моем канале сегодня на обзоре вот такой вот ну в каком-то смысле раритетный винтажный набор битых головок от bosch ну почему раритетные потому что они уже давным-давно снят из производства лично он у меня уже ну наверное думаю лет 15 они еще какое-то время тогда продавались но потом уже давно-давно поисчезали и ну снят с производства а жаль потому что он содержит такие интересные ходы которые не присущи ну почти любым производителям этих наборов подобных не bosch современные какие-то не мелоки не девалт они не обладают например какими-то рядом плюсов которые есть в этом наборе вот я для параллели он возьму black and декер это тоже мой ходовой наборчик как более такой распространенный чтобы проводить параллель какие здесь есть такие интересные особенности не присущие рядовым набором других даже брендовых производителей значит ну пластиковый кейс такой серенький титановый оттенок красивый здесь прозрачное окошко она из тонкого стекла и элементарно меняется в случае если он у вас случайно ли где-то на стройке лопнет поломается вы можете самостоятельно вырезать такой же прямоугольник его просто отсюда вставляется можно даже не обязательно прозрачный поэтому вот так вот самый главный элемент здесь это конечно же вот эта отвертка трещотка bosch серо-черная серый пластик здесь такие черные но это трещоточная часть сверху просто колпачок пластмассовый для кручения и здесь резиновая рукоятка на ней bosch вы гравирована с двух сторон благородно приятно ты щеточная часть очень плавная я когда с другими я конечно же работал и вот чувствуется тут вообще легко так щелкает наслаждение получаешь нейтраль вправо влево указатель с двух сторон соответственно там не надо делать полный круг чтобы найти удобно если она хотят и так это все по памяти помнишь но тем не менее также интересная особенность является длинная вот этого часть то есть не короткая как большинстве наборов принято от длинная конечно же в коротких как правило применяется удлинитель бит который вставляется мы получаем нечто подобное по длине но эта вещь хороша там когда ты постоянно работаешь с ну удаленными винтами то есть например там если в автомобиле особенно или там где-то под капотом или в салоне где тебе надо постоянно добираться до дальна расположенных винтов то удаленная расположенных то понимаете вот такие ходы они приводят к большему люфту потому что люфт самого трещоточного механизма есть и люфт конечно же вот этого самого держателя получается двойной люфт приводит такому неплохому шатанию здесь же это все жестко то есть такой люфтик есть только трещоточного механизма это небольшой то есть это и более такое крепкая жесткая вот эта вот часть значит здесь внутри находится магнит поэтому биты элементарно там вставляется извлекаются любопытная особенностью набора бит является то что они длиной 30 миллиметров если классические биты это 25 то есть практически во всех наборах это 25 это 30 удлиненные слегка удлиненные видите на чуть чуть длиннее и это хорошо потому что при прочих равных более длинными будет удобнее работать биты находятся в таких пластиковых лоточках и этот ход тоже мне нравится но он должен сказать что блэкин деккере мне тоже такой же код когда вот бит его точки это очень удобно когда это удобно ну например тебе надо какой-то какие-то определенные биты ты можешь взять саму отвертку взять эту планку и пойти там какую-то в другую комнату скажем и там работать и не тягать с собой весь этот набор более того это удобно если например вы вообще не хотите использовать весь этот кейс то вы просто берете вот эти набор бит берете отвертку и дайте там сумочку или в ящик с инструментами и она будет там гораздо компактно расположена чем есть вся эта коробка эта коробка больше знаете для хранения для отдельного использования вот так же можно например сортировать в этих планках свои наборы бит например если тебе не надо такое количество плоских ты можешь но наставить сюда более тебе востребованных и более иметь ходовую такую планку ну знаете например меня от есть что-то подобное от викторинокс аг-ключик и здесь она собирал нужные мне часто используемые биты то есть шестигранник а т6 вернее торг 6 2 с половиной шестигранник используются мне четверка шестигранник адаптер под микробит и ладно это отдельная тема значит вот это действительно хороший ход когда в лоточках чем когда биты на находятся в падинах вот как например как головки здесь устроены и тогда ты должен жмение оттуда вытаскивать вот чтоб по битам биты значит в 4 лотка по 8 штук 1 лоток это крестовые 4 крестовых philips 4 крестовых pz так пози драйва значит 0 1 2 3 0 1 2 3 дальше вторая кассета это шлицевые плоские 3 4 4 с половиной 5 6 7 8 9 следующая кассета шестигранники полтора два два с половиной три четыре пять пять с половиной шесть и последние торгсы или звездочки т8 10 15 20 25 27 30 40 хочу сказать что набор очень продуманный то есть получается здесь мы имеем 4 лотка по 8 32 биты но знаете даже в наборах которые содержат столько же бит или даже больше нету встречаемых вот здесь бит например кресты начинаются с нуля потому что практически во всех подобных наборах кресты начинается с единички то есть ph 1 ph и pz 1 здесь же начинается с нуля ph 0 и pz 0 и они тоже регулярно встречается у мелкой электроники это здорово что они есть в этом наборе вот еще раз посмотрите огромное количество наборов вы не увидите там в комплекте 0 или нулевых пашки и pz только может это вообще там супер эксклюзивные где огромное количество совсем бит вот такие нулевые как правило встречаются в наборах микро бит вот то же самое например можно сказать шестигранниками обычно шестигранники начинается в крупных наборах четверки но может быть может быть стройки но а здесь есть и полтора и два и два с половиной то есть совсем маленькие шестигранники которые действительно тоже нужны например ну в мебельной фурнитуре там в рейлингах я помню в замках дверных вот где когда закручивается в карнизах вот там есть вот эти мало мелкие шестигранники полтора два два с половиной они там используются а в обычных наборах стартует уговорить это 3 4 в лучшем случае так с четверки и с торг сами тоже опять же восьмерка есть то есть чуть-чуть в меньший размер есть потому что во всех наборах всегда стартует с десятки а вот мне например восьмерка нужно часто вот там ножи разбираются мультитул вот у них часто используется во торс 8 и если бы в этом наборе его не было мне бы пришлось отдельно докупать биту и придумать где бы ее тут пристроить понимаете в чем дело так она все штатно идет с завода ну и головки есть тоже что интересно в этих головках то что они разделены на две так сказать группы 1 это метрические а вторая дюймовые да здесь есть дюймовые головки потому что обычно опять же во всех этих наборах современных наших по крайней мере идут головки метрические если тебе вдруг где-то нужны дюймовые что ты там приобрел их за рубежа со штата великита велосипедные нюансы то тебе надо будет метрические головки тебе плюс их отдельно покупать и отдельно не где-то должны храниться здесь же это все в едином наборе значит по 6 по головкам значит 6 7 8 10 11 13 и опять же обращаю внимание 13 к есть очень ходовая по крайней мере я лично с ней часто сталкиваюсь то время как в таких наборах обрывается как правило на 12 от блокин декеровских сколько у меня их не было там на 12 обрывается и мне надо про 13 частенько мне вот в сантехнике например краны многие там гайки стоят на 13 вот телевизор на кронштейны вешал тоже там 13 у меня стоит мебель диван например тоже собран когда собирал или там надо его подтягивать тоже 13 используется и дюймовые дюймовые значит здесь получается 3 16 дюйма 1 4 5 16 11 32 3 8 и 7 16 ну вот понимаете если вам это как бы важно то это здорово что она здесь есть также еще по самой отвертки любопытно то что внутри все-таки есть лоток это здорово и выполнен довольно любопытно то есть отвинчивается и здесь мы видим такой вкладыш на 4 снизу 4 сверху на 8 бит ну давайте возьмем одну планку и укомплектуем значит снизу посмотрим как это выглядит снизу 4 сверху 4 значит не за зарядили смотрели как она любопытно почти не падает убиты разного значения то есть размера соответственно и на тройке значительно больше нуля то там перевес в массе будет вот но получается вот такой вот из восьми штук кассета вставляется завинчивается и все не болтается там ничего все жестко надо клеток биты отвинчиваешь выбираешь также интересно что это кассета вытаскивается и можно ее не использовать можно так завинтить обиты рядом например если ты работаешь то есть можно выбрать 8 тебе самых ходовых бит и вот так вот носить отвертку вот либо например можно использовать головки например тебе надо головка на 13 и какие-то отдельные биты например для примера когда они конечно насыпаются уже но но получается вот так но зато получилось и головку причем довольно все глубокие мне кажется что я могу вместить все вот эти биты при том что там самая большая головка да смотрите и еще место много может быть даже еще одна головка влезет до вот можно завинтить все и там неплохо так ты знаете веса как-то особо высыпалась назад ставим так это элементарно реализовывается просто вставляется плотно и завинчивается заправляем кассету и покажу еще интересную особенность которая тоже присуще именно этому чемоданчику в данном случае обычно когда вот и приобретаешь вот подобный чемодан то все равно что-то нужно докупать вот например лично я столкнулся с тем что например мне понадобилось пару раз головка на 14 которые здесь нету вот кстати обращаю внимание что что здесь головки сделаны на ножке обычно головки ведут ну как правило в наборах идут без ножки от ним идет вот такой вот адаптер который насаживается потом уже мы вставляем в отвертку здесь получается скорость важна для тех для кому важна скорость то можно найти сразу берешь вставляешь удобно расположение не на не тратишься на процедуру добавления вот этой ножки ну то есть если ты часто работаешь с головками так вот например мне понадобилось 14 головка обычно если ты приобретаешь вот например вот этот набор мне и негде здесь спрятать понимаете вместо нету потому что там все анатомически высчитано здесь есть много таких пустот так что я могу эту головку где-нибудь спрятать вот например вот здесь на себя на спокойно чувствую да она нужно будет с ножкой потому что это без ножки ну ладно можно с ножкой получается ножку можно где-то отдельно расположить даже вот там в отсеке вот так вариант более того например возможно вам не хватает г-ключа вот например без бошевский ему тоже здесь есть место на первом можно здесь у вас положить и он спокойно себя чувствует здесь есть пространство для модернизации или вот здесь или например вам нужны дополнительные биты вот вы какие-то себе на собирали набор бит которые вы используете которых нету здесь наборе вы можете его вот сюда положить или даже например вот вот викторинокс овский набор которая показывал ключик он тоже сюда поместится и еще вот эта головка на просуда поместиться это все здесь располагается и даже все равно вон еще есть место дополнительное где можно еще что-то прятать например вот у меня есть вот такой еще набор это одно из блокендейкерского другого набора со сверлами и длинными битами 50 миллиметров он тоже здесь помещается видите то есть и набор бит и головка дополнительная и еще одна головка влезет какая-то и ключ и еще вот эти вот два набора дополнительно то есть такие неплохие свойства чемодана кроме того я думал до тем что если например ями 3 дюймовые не использую головки то можно все-таки на про прикупить 14 головку или даже попробовать ее сейчас вот с таким адаптером вот сюда использовать вот вот так положили смотрите например я вытащил ненужную мне головку и поставил то же самое можно и эти заменить на прорезе вам нужны мелкие шестигрань мелкие головки там пятерка четверка вот по заменять и получить вот такие вот свойства вот согласитесь да что если вкратце подбить итог этого набора то получается чем он хорош прежде всего bosch и плавность этой трещотки и качество само собой уже очевидно второе удобно то что биты в кассетах расположены третье то что ассортимент бит довольно таки расширенный по сравнению со всем классическим рынком вот этих вот бит то есть начинается 100 маленьких размеров которые довольно часто пригождаются отвертка с длинным таким вот вот этой частью рабочий внутри есть холдер причем можно как качественно их хранить но меньшим количеством так и можно насыпать гораздо больше то есть практически я думаю 2 план 2 вот этих вот кассеты туда точно можно положить головки дюймовые метрические и самое главное что еще есть возможность расширять если вам что-то надо докупать то в обычных наборах это все где-то отдельно хранишь а здесь ты можешь все это хранить внутри этого же набора вот так вот всем спасибо за просмотр всем пока комментируйте до новых видео